Всем привет! Начинаю наш новый влог. Наш, потому что мы всем семейством. Игнат, как видите, на своем рабочем месте. Мы сейчас находимся в центре Кракова. Немножко ветрену, поэтому у меня пресеска такая вообще. Разбуди меня в 4. И мы приехали с детишками, чтобы посмотреть новогоднюю ярмарку. У нас плюс 7 тепла, поэтому новогоднюю атмосферу придают какие-то украшения. И интересно, что они придумали в этом году. Слышите реакцию Сахара? Ух ты! Очень красиво! Мы идем к Ангелку и дальше буду для вас снимать. Пойдем, мальчишки. Пока еще немного туристов. Можно все спокойно порассматривать, пофотографироваться, если хочется. Ангелок играет какой-то оркестр. И в этом году нарядили несколько деревьев. Они меняют свои цвета. Видите? Ну, я думаю, что видно. И сейчас оно станет белым. Очень прикольно, когда идет дождь. Красиво очень. Красиво очень. Красиво очень. Красиво очень. Прjoint. Красиво. Ой, и кареты сопровождают. Здорово очень. Каждый год в Кракове новые декорации. Мне всегда интересно, в какие города они переезжают дальше. Скорее всего, город их арендует. Я не голодная и не особый любитель того, что вы сейчас видите. Но когда попадаешь сюда, ты автоматически хочешь есть. Причем не важно, что у нас голодный. Как обычно, рядом с костелом Мариатским поставили елку. В прошлом году ее просто размесли критиканты, потому что она была такой очень современной. Давайте подойдем поближе. Какой прикол, мальчишки пришли смотреть на елку. Мальчики такие мальчики. Вот она елочка-красавица. Более традиционная в этом году. И в Киеве, как мне кажется, всегда были побольше елки. Скажите, когда у вас все наряжают к Новому году? У нас где-то ближе к 1 декабря, наверное. Пусть мальчишки хоть здесь посмотрят на кузнеца. Кстати, довольно хорошо оплачиваемая работа. Попробуйте найти еще кузнеца. Качалки для теста. Потом представьте, какое все красивое получается. Легким движением руки, как говорится. О, снова мой рай. Как обычно, я уйду ни с чем, потому что мне уже всего хватает, мне кажется. Но это очень красиво. Это так мило, керамические ангелки. Пару лет тому назад или в прошлом году я покупала и на нашу елку здесь. У меня очень много новых зрителей, поэтому вновь делюсь с вами. Можно купить вот такой кусок хлеба. Мне кажется, что даже если я неделю не буду есть, то я не буду в состоянии съесть такой огромный бутерброд. И сверху намазывается лук. Жареный, типа как бекон. И, ой, подождите. Это лук. Спрашиваем, отца поесть? А можно еще выбрать. Это перемолотый фарш с какими-то овощами. Ну, я прохожу мимо. Не могу я такое есть. Мы решили немножко погреться и присели на вот этой летней террасе, которая специально построена. И на самом деле здесь вот стекло. Это прям настоящее стекло. Это не пленка. Здесь так тепло и уютно. И у нас самое козырное место. Сейчас вам покажу. Как же будет здорово, если у детишек останутся такие воспоминания из детства. Сидели с мамой и с папой в кафе с таким видом и в такой атмосфере. Я как в сказке, честное слово. Радуюсь как ребенок. Ну, что можно пить в такой ситуации? Конечно, глинтвейн. Ну, не все тут пожиратели десертов. Вот и все. Кусочек краковского предрождественского настроения для вас. Еще украшены некоторые улицы. Так это все выглядит. А мы отправляемся домой греться. Всем привет. Я должна это сказать. Когда я сижу дома, все нормально, все спокойно. Но стоит не переступить порог. У меня тут же появляется ощущение, что весь мир готовится к чему-то грандиозному. О чем я не знаю. Я знаю, как будто скоро наступит конец света и все загрузились в ракету, кроме меня. И я имею в виду подготовку к Новому году. Везде уже новогодние украшения. А у нас, не знаю, тыквы за окном и зеленый газон. Я не знаю, с чем это связано. Но в этом году как-то очень резко после Дня всех святых, это такой праздник, типа как поминальный день в Польше, все тут же достали новогодние украшения. И за месяц до праздников начали трубить о том, что быстро-быстро наряжаем елку и так далее. Скажите, пожалуйста, вы уже поставили елку? Дело в том, что у нас довольно тепло дома. И если мы сейчас поставим елку, то она просто не доживет до праздников. И я так подумала, может быть, стоит создать слегка новогоднюю такую уютную атмосферу. Я достану какие-то новогодние украшения. И мне само этого хочется, но как-то так слишком рано. Не знаю, у нас довольно долго стоит елка, и мы не разбираем ее сразу после Нового года. Ой, я хочу с вами поделиться, в этом году у нас будут по-настоящему особенные праздники. Во-первых, на Рождество впервые за 10 лет приезжает моя мама, представляете? И она будет у меня целую неделю, а потом у моего мужа будет юбилей. Ему исполняется 40 лет, и на этот праздник и также на Новый год приезжает мой брат с его девушкой. И мы будем организовывать Новый год у нас дома, причем в нашем стиле. Не просто какая-то вечеринка в Польше. Это, ну, как бы классный праздник, но нет какого-то такого ощущения вот этого торжества, чуть ли не самого главного в году. И знаете, что самое забавное? Мы начали продумывать наше новогоднее меню, и, по-моему, в Польше нет вареной колбасы. Мне хотелось бы сделать такое оливье, как я помню, из детства. Пусть в той колбасе нет мяса, но мне хочется каких-то традиционных блюд. И мы даже начали подшучивать, что в крайнем случае порежем сосиски. Так, я недавно снимала видео о новинках, но вчера ко мне приехала посылка, о которой я не могу вам не сказать. В этом году, где-то в мае, мы были в Париже с маркой Bourjois. И я показывала вам сводчи их новых помад, которые должны были появиться ближе к холодам. Вот, и они настолько потрясающие. Это фантастика. Сейчас будут разные скидки. Возможно, вы захотите купить себе что-то такое в качестве подарка или подарить подружке. В общем, в любом случае они заслуживают вашего внимания. Эта коллекция называется Fall in Love. Пришла в такой красивой коробке. Я коробочный маньяк, буду ее хранить. И это знаменитая, очень популярная линейка помад. Только здесь у меня новые оттенки. И я сейчас попробую несколько тех, которые мне нравятся больше всего. И также произнесу название на французском. Только вы сильно там не подсмеиваетесь. Я никогда в жизни не учила французский. Но мне понравилась игра слов. И давайте попробую накраситься той помадой, которую я больше всего ждала. Потому что я запомнила ее еще в Париже. Вы знаете, насколько сильно я люблю всякие нюдово-лиловые оттенки. Это самый универсальный цвет, который, как мне кажется, подходит любой девушке. Сейчас организую зеркало. Очень приятная текстура. Она такая тоненькая, кремовая. При этом матовый финиш и стойкий. И она вообще не сушит губы. Удобная форма. Ну как вам? Это оттенок 19. И он называется Place de Rose. И мне кажется, что он безупречен. Помада вообще не ощущается на губах. И с таким оттенком зубы всегда кажутся белее. Parisienne. У меня есть идеальная помада для Парижа. Шикарный цвет. Так хочется в Париж. Заберите меня кто-нибудь в Париж. Приготовьтесь. С таким оттенком помада вы еще никогда меня не видели. Что скажете? Это такой настоящий сливовый цвет, который позволяет тебе чувствовать себя совершенно по-другому. И называется он L'Am Royal. И я должна сказать, что я нанесла его без карандаша в два слоя. И я в шоке от пигментации. Некоторые оттенки такие спокойные, которые подойдут на каждый день. А какие-то прям под настроение. Очень современные, актуальные. И давайте попробуем холодный нюд, который называется Top of Paris. О, по-моему, у меня наконец-то получилось произнести Paris. Paris. Ну, в общем. Такой немножко гранжевый оттенок. Я буду носить его с чем-то однотонным, с какими-то бежевыми нарядами, с джинсовыми. Но не с тем кардиганом, который был на мне. С чем-то однотонным, таким более спокойным. И увидите вот эти помады в магазине, тоже попримеряйте. Еще и почитайте название на французском. Как оказалось, это очень увлекательно. А я отправляюсь заниматься своими домашними делами. Остальные оттенки я попробую позже. И обязательно вам расскажу. И увидимся с вами в следующей части влога. У нас сегодня выходной день. Мы встречаемся с Анеткой. И вот ждем ее. Она бедная приходит в себя после дня рождения. И Захарка нашел конструктор. Я еще такого не видела. Вообще, когда хочешь что-то купить, то ничего не видишь. Уже не знаешь, чем удивить ребенка. А конструктор, как видите, состоит из вот таких как бы стульчиков. И Захар, ты заметил, что у них разные здесь формы? То есть надо еще хорошенько подумать, как их поставить. Видите? Здесь... Спасибо. Тома кофе принес. Вот видите, их надо еще как-то покрутить, подумать. Как вы ставите, чтобы они держались, чтобы они стояли друг на друге. Захар не знаю. Может, папа съел. Может, Игнашка съел и наши, наверное, забрал. Прикольные штуки. Также в Инстаграме недавно показывала вам очень классный конструктор. Можете заглянуть, по-моему, в закладки блоги или что-то такое есть. Вот коробка от этого конструктора, так он называется. Но в продаже я не встречала. Вчера на день рождения у Анетки ребята нашли старые фотоаппараты пленочные. И они долго не могли понять, почему делают фотографию и нет экрана, на котором можно подсмотреть, что получилось. Насколько же быстро развивается техника. А с такими фотоаппаратами прошли все наши детские каникулы и знаменательные события. Кто бы мог подумать. Я как-то довольно редко показывала формуцовый блог. Даже не знаю. Мне кажется, что вы уже так насмотрелись на меня в стационарных видео, что ничего нового, в принципе, вы не увидите. Но тут такая ситуация. Два дня тому назад я была на чистой кожи. Мануальной и аппаратной. То есть это была такая комбинированная чистая. Мне интересно было посмотреть, какая же разница. И насколько же сильно я была у деменажа, что через два часа после вот этой чистки я выглядела как нормальный человек. То есть у меня сейчас чувствительная кожа. И мне самой иногда бывает сложно избавиться от закрытых комедонов. Долго остается ранка, все долго наживается. И в этом плане, конечно, профессионал выполняет свою работу гораздо лучше. Так что, не знаю, буду знакомиться, буду делиться своими впечатлениями. И пока что вот из нашего разговора я поняла, что у меня правильный подход к воду, потому что я делаю это с собой. Конечно, в разных беседах с ней я узнаю, что новое. Так что с точки зрения профессионала интересно послушать. Возвращаюсь к малышам. Потому что у меня такое ощущение, что дети сейчас перестают умеют, что ли, заниматься сами собой. Что-то какое-то такое предправительство. Скажите, что вы думаете по этому поводу. В поисках всего новогоднего мы очутились в Тикой Максе. Я знаю, что я немножко подзадолбала вас этим магазином. Но многим нравится тема декора. Господи, какой красивый олень. Вот сколько он стоит. Тяжелый какой? Меньше 20 долларов. Вот какой подсвечник еще. Или вот очень стильный ангелок. Я, кстати, в прошлый раз купила шар. Очень красивый, что вы думаете? Где он? Там же, где и предыдущий. Игнат его случайно разбил. Причем действительно случайно. Поэтому я решила отказаться от этой идеи. Нам не совсем подходит, но к моему брату, допустим, квартиру. Очень классно было бы. Гламурный олень. Вот елки из шишечек. А мне очень нравится. Вот такая полугирлянда, полуподсвечник. Скорее подсвечник, да? Ой, симпатичный какой. Виночек как настоящий. Такой тяжелый. Я боюсь, что он свалится с двери. Я разбила свою любимую лампу случайно. Ну, у вас это семейная. Вы понимаете. Вот даже красивый виночек. Но, скорее всего, я или сама буду делать, если успею, или мы купим в одном месте. Постоянно заказываем или покупаем. Ну, кто-то разбил игношку. Видишь? Вот звездочка. Выбираем лампу. Мне очень нравятся вот эти. Но серые я не хочу. Выбираем лампу. Они здесь вообще недорогие. Но, конечно, все зависит от дизайна и от величины. Мне кажется, что вот это будет самый идеальный вариант для нас всех. И она не должна так быстро разбиться. Прям жалко было. Я чуть не расплакалась. Очень стильная со слоном. И здесь вообще с каким-то насекомым. Это жук рогач или что это? Или вот очень большая с собакой. Вот Игнат нашел оленя с какой миской. Для бижутерии можно использовать. Ну, в общем, идеи есть масса. Хоть берите, не заходи. Страшно для кошелька. Ух, какие красивые вещи. Да, всяких вкусняшек. Даже можно бижутерию хранить в чем-то таком. Или кисти прикрывать. Или свечи. Баки, а тут что-то похожее. Есть только в другом стиле. Показывала вам. Колпаки такие стеклянные как-то. Ой. Люблю-люблю, невозможно. Вот она, новая лампа. По-моему, она сюда чудесно вписалась. Но я снова сблондинела, потому что я не проверила розетку. И оказалось, что она предназначена для американского рынка. Теперь где найти переходник? По-моему, у меня что-то было. Так как когда-то я заказывала кларисоник. Ну вот. Я даже не подумала об этом. Как всегда. Так, ты свой альбом принес? Ахломастеры есть какие-то у тебя? Захар пишет тут. Письма. Молодчинка, мой кот. Принеси. Принеси, Захар. Очень красивые рисунки. Игнат, а что это у тебя? Саломуты. Саломуты? Саломут. 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 Саломолёт, скажи. Саломут. 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 Нет, ну сам летает, да? Скажи. Саломут. Саломут. Ты скажи, пожалуйста, ты был хорошим мальчиком целый год? Так. Да? Ты думаешь, ты заслужил подарок? Да. От кого? От Николая. Ага, окей. А какой подарочек ты хотел? У меня все время был пастушный. Да, пастушный. Все время был пастушный. Ну что-то в этом есть. А Захар каждый год обещает, что исправится. Я после фитнеса девочки вообще капец. Не в форме. Что он меня показывает? Захар, садись туда, пожалуйста. Теперь отступи, сделай тут место. До пишем. Д-О. Д-О. Браво. Снег. О. Да, хорошо. А теперь тут внизу. Молотинка, Захарка. Тут? Молотинка. Где хочешь? Эй, мне татуировки не рисовать. Игна, снежинки тут рисуй. М, Захарочка. Где хочешь? Молотун. Можешь там, да. Внизу нарисуем, что красивое. Захар, ты такой вообще молодчинка. В прошлом году тебе папа писал, или мама, я даже не помню. Об этом пишешь сам. Настоящими взрослыми буквами. Эй, юный влогер. Так, сейчас они вам тут наснимают. А где ты его нашел? Говорит, съел огурец. Где ты его нашел? Наталья. Ай-яй-яй, с пола нельзя есть. Ты что? Ну, вообще-то, как бы, немного бактерий для защиты организма, для иммунитета. Мама, пока о чем? Так, Игнат нарисовал. Вот то, что ты нарисовал, то тебе и привезет, Николай. Что это ты нарисовал? Давай нам пишем. Коляку-маляку. Ау-та-полицейна. Игнат, пишем? Что пишем? Что бы ты хотел? Там мама смешанная. Ребенок хочет. Ну, хорошо. Давай напишем. Сара, что такое черное? Нарисуй, что красивое. Мне, мам. Написали вот мы. А ты то написала, и то, и то, и то, и то, и то. А ты написала, и то. Не бухтилхтилка. Мы закончили. Вот наше совместное творение. Самое главное, что мы сделали это. Теперь осталось дождаться святого Николая. Я сейчас просто умру от смеха. Томек оставил с детьми письма на террасе. Мало того, что они хотят подкупить святого Николая чем-то сладким. Я говорю, что это такое зеленое? Они говорят, что это шпинат для оленей. Вот. Хорошего вам дня. Все. Пока-пока.